Здравствуйте! Мы подводим итоги последней апрельской недели этого года. Она была пасхальной и по-летнему теплой. Смотрите сегодня в выпуске. Владимир Шарипов отчитался о важном для города и для себя лично. Меланж Текстиль запустил новый ткацкий цех. Иваново стало площадкой Всероссийского форума химиков. Каким будет новое поколение Ивановского троллейбуса? Как испечь пасхальный кулич? Владимир Шарипов отчитался перед городской думой о проделанной работе в 2018 году. Правда, получилось чуть масштабнее. Мэр подытожил свою работу в должности и обозначил перспективные направления для будущего градоначальника. Особое внимание Владимир Шарипов уделил в социальной сфере. За это время был открыт технопарк Кванториум и лаборатория современного искусства Авангард. Возрожден дом культуры бывшего меланжевого комбината, ныне Притяжение, на очереди Преображение Современника. В планах на следующие пять лет строительство трех детских садов и двух корпусов к уже существующим. Теперь самое важное для меня лично. В этом году мы подошли к тому, что не удавалось последние 30 лет строительству новых школ. Начальную школу в московском микрорайоне на 350 мест начинаем строить в этом году. Софинансирование предусмотрели, проект есть. И уже сейчас готовимся к следующему году, проектируем школу на 700 мест для детей суховки и рождественского. Меланж Текстиль запустил новый ткацкий цех. И это тоже событие недели. Современное предприятие – ведущий производитель тканей для спецодежды полного технологического цикла. Придение, ткачество, отделка. Все под одной крышей. Уникальная площадка для области. В прошлом году предприятие получило льготный займ от Фонда развития промышленности на сумму 100 миллионов рублей на приобретение современных ткацких станков. Новое оборудование позволяет выпускать ткани, которые до настоящего времени делали только за рубежом. Просто скоростная разница в скорости на станке увеличена в 5 раз. То есть один станок ИТЭМа вместо пяти станков СТБ. И плюс это еще и качество. Это уменьшение браков по полотну, это равноплотность по полотну. И также это, как вы видите, это единый рулон, который сразу же идет в отделочное производство. Тем самым уменьшаются трудозатраты. Ивановский государственный химико-технологический университет стал площадкой Всероссийского форума студентов-химиков. Представить свои научные исследования приехали более 100 студентов из 27 городов России. Работы участников разделены на две большие номинации. Непосредственное исследование по химии и химическая технология. Одна из самых многочисленных делегаций – Ивановская. На очном этапе свои стенды представили 17 студентов ИГХТУ и Госуниверситета. Темы работ, конечно же, очень разные, потому что у нас представители из самых разных университетов, городов Российской Федерации. И темы работ так или иначе касаются тех перспективных научно-исследовательских направлений, которые ведутся в целом у нас в стране. То есть можно сказать, что Менделеевский конкурс отражает срез современной химической науки всей России в лице студенчества. Уже в мае в Иваново доставят пять новеньких троллейбусов у Фимского трамвайно-троллейбусного завода марки «Горожанин». Пока же предприятие прислало городу во временное пользование аналогичное транспортное средство, чтобы водители и механики уже сейчас могли начать осваивать это чудо техники. Преимущество этого троллейбуса в том, что он низкопольный и оборудован пандусами для маломобильных групп населения. Есть и другие опции, которые будут полезны и пассажирам, и работникам троллейбуса. Данный троллейбус был предложен нашему предприятию производителям троллейбусов Акционерным обществом Уфимский трамвайно-троллейбусный завод сроком на два месяца в целях покататься и опробовать технику, которая нам будет поставляться по контракту в мае текущего года. У нас запланировано поступление в лизинг пяти троллейбусов аналогичной марки модели и завод на безвозмездной основе дал нам этот троллейбус для того, чтобы технический персонал, ремонтный персонал, водители познакомились с этой техникой. В воскресенье православные верующие встречают светлую Пасху. Как испечь в домашних условиях кулич, наш корреспондент узнал у студентов Ивановского колледжа пищевой промышленности. Потребуются мука, яйца, сахар, молоко, дрожжи, масло и изюм. Тесто замешиваем и оставляем на брожение на полтора-два часа. Выпекаем, украшаем, освящаем в церкви. Вот мы с вами находимся около кафедрального собора. Здесь важнейшая служба, это служба Великой Субботы. По существу уже пасхальная служба с утра Великой Субботы, литургия, которая служится утром в субботу, уже литургия во многом пасхальная. И после нее, начиная с полудня, с 12 часов дня и до вечера, до 19, у вас благословение куличей и других угощений, как принято. А затем, уже после завершения пасхальной службы, которая начнется в ночь на воскресенье и пройдет до утра, вот в течение этой службы, и после нее продолжается благословение, освящение угощений, куличей и всяких других тоже снедий, которые люди приносят. Это все, что мы хотели рассказать вам на этой неделе. Подробные версии этих и других сюжетов смотрите на наших страницах в соцсетях. Хороших выходных! Увидимся на РТВ! Субтитры создавал DimaTorzok